Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера. И в этом году у меня было очень-очень много перелетов, даже больше чем в прошлые годы. Это довольно-таки приятно, но утомительно. И также мне вконтакте написали по поводу того, что как лучше всего планировать свой маршрут и как везти себя в аэропорту, если будет какая-то длительная пересадка. К сожалению, я в данной теме не особенно хорошо разбираюсь, но есть такой телеграм-канал, называется Стердеса по имени Саша, я ссылку оставлю в описании. И у нее там это очень-очень подробно и детально расписано. И я думаю, что стоит рассказать про это. Ну, кроме того, вы всегда можете прийти на тот канал и посмотреть, о чем там вообще идет разговор. Потому что реально очень много полезной информации. И первая вещь, которую рекомендует Саша, это планировать пересадку как минимум 3-4 часа. В идеале, мне кажется, это 5-6 часов. Да, это длительная пересадка, но если вы прилетаете в незнакомый аэропорт, вполне возможно, что вам придется менять терминал. Например, как ситуация с Пекином, там несколько терминалов, и нужно между ними перемещаться как и внутренне, так и внешне. Кроме того, очень часто может быть то, что в крупных городах есть несколько аэропортов, и вам придется ехать в совершенно другой аэропорт. И если вы неправильно это спланировали, то вы можете как бы очень хорошо попасть на деньги. И поэтому лучше всего заранее. И также заранее просмотрите, с какого аэропорта у вас вылет и терминала. Потому что это реально головная боль. И со мной был подобный случай, и я как бы не улетел. Благо, там билеты стоили 50 баксов, то есть... Нет, даже не 50. Билеты там стоили вообще 20 долларов, поэтому я как бы без проблем улетел. А, путешествие, вот тут лежит, вот здесь. Вторая вещь, о котором говорит Саша, это то, что иногда на билетах не написаны номер гейтов, в который вам нужно идти. Самый простой вариант, это просто пойти и посмотреть на табуо. Кроме того, можно всегда обратиться в службу поддержки. То есть там вот есть стенды со знаком вопроса, и туда почти всегда можно подойти и задать конкретный вопрос, откуда вылетает ваш самолет. Третья вещь, это тоже довольно-таки важно. Если вы летите из одного часового пояса в другой, то обязательно переводите часы. Причем не стоит надеяться на телефон, потому что бывает то, что иногда он сам не переключается на другой часовой пояс. Поэтому в первую очередь смотрите на те часы, которые есть в аэропорту, и также желательно сверить время с поддержкой, либо с работниками аэропорта, либо с местными жителями. Потому что, опять же, обидно упустить свой самолет, потому что уже забыли перевезти часы. Четвертая важная вещь, это если вы прилетаете ночью, то удостоверьтесь, что ночью аэропорт работает. Некоторые маленькие аэропорты могут полностью закрываться. Кроме того, в крупных аэропортах есть зоны отдыха, про которые вы можете узнать либо в интернете, либо спросив у людей, есть отдельные лоджии. Да, они могут стоить дороже, но если у вас вылет через несколько часов, то в таких отелях вы можете поспать час-два, либо в лоджии также провести час-два. Возможно, это будет стоить денег, но при наличии особых карт это не является проблемой. Возможно, чуть позже я сделаю видео о том, как оформлять подобные карты, но пока я не вижу смысла. Также еще важно узнать, если у вас более длительная пересадка, то можно ли вблизи аэропорта найти недорогой отель. Вы можете его предварительно забронировать, это даже будет удобнее, потому что прилетаете, и если у вас какая-то встреча связана с бизнесом или по работе, то приятнее все-таки более-менее свежим туда приехать. Я почему-то думал, что в отеле я буду один, но оказывается, здесь нас очень-очень много, и у всех у нас вылет сегодня рано утром. Я, если честно, вообще не ожидал. Но ничего, значит, я нормально доеду до аэропорта и, соответственно, тут же вылечу. Ну, в общем-то, как-то так. Я, кстати, сейчас завалюсь спать потихонечку. Что еще? Да, это не платный пост, мне просто понравился данный канал в Телеграме. Он довольно-таки интересный, и я как бы почерпну оттуда много полезной информации. Надеюсь, вы также сможете почерпнуть кое-какую полезную информацию, особенно если вы много летаете. Вполне возможно, если вы много летаете, то, скорее всего, вы знаете часть этих трюков. Кстати, по поводу еды. Очень часто в аэропортах есть столовки для персонала. И мне, например, очень понравилась столовка для персонала в Сингапуре. Она находится в двух шагах от аэропорта, и там очень-очень вкусно, и там в несколько раз дешевле. Так что, если у вас будет транзит через Сингапур, просто выйдите через аэропорт, из аэропорта, пройдите метров 10, и там будет. Ну, а куда выходить, спросите у работников аэропорта, они подскажут. Потому что в большинстве стран работники как бы очень адекватны, и готовы вас поддержать и помочь, особенно если они видят, что вы бюджетный турист. В общем, всем спасибо, и пока! Да, кстати, не забывайте подписаться на канал. Блин, я хочу спать.